Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. Доброго вам утречка, уважаемые любители рок-музыки. Вот мы решили пока раннее утро, пока еще не 30 градусов жира, а только 27, пройтись по острову и ознакомиться с его всеми доступными тщательностями. Чтобы знать куда, что, как, зачем и когда. Поэтому пойдемте вместе, посмотрим, что тут есть. Ну вот наш островочек, его карта. Он, в принципе, делится на две части. Это для тех, кто сюда вдруг думает поехать. На северную, она вот до сюда. И южная часть. Южная часть, вот эта вот, она предназначена для семейного отдыха, для людей с детьми. А верхняя часть, это все дайвер-центры всякие. То есть для ныряльщиков, для серфингистов. Здесь есть обучающие центры. Мы находимся в южной части. Сейчас поначнем мы отсюда свой поход. Вот так. Пойдемте. Тут два ресепшена, во-первых. Есть центральный ресепшен для южной части. И есть северный ресепшен для дайнингистов и серфингистов. И четыре ресторана есть. Три из которых, это рестораны а-ля карта. То есть по меню, заказные, где платятся деньги. Они не входят во все, включено. Вот это один из них, этот Азия. Но считается, что он самый вкусный. Здесь азиатская кухня, индонезийская, таиландская, китайская в том числе. Ну и местная. Ну и само собой, традиционная европейская, средиземноморская. Поэтому мы здесь отмечали день рождения. И именно поэтому мы придем сюда сегодня еще разок на прощание. Вкусим блюд местной кухни. Нам понравилось на день рождения. Очень так, вкусно очень. Вот это бунгало южной части острова, в котором находимся и мы. Они очень удобно. Мы вам показывали номер, как он укомплектован. Да тут, по сути дела, все номера одинаково укомплектованы. Просто расположены в рахместах. И есть некоторые там дополнительные топпинги. Идем по местным зарослям. Видите, пальмочки кокосовые везде растут. Но я уже говорил, что это самый главный сельскохозяйственный продукт. И так как тут много туристов, а кокосы весят такие килограммчиков по полтора бывает. Поэтому здесь есть специальные скалолазы или пальмолазы, которые вылазят и сбивают созревшие кокосы. Чтобы они, не дай бог, не упали на голову туристам. Потому что случаи бывали всякие. Это не яблоко ньютонова. Тилограмма на полтора тверденькая. А вот слышите чудные звуки самых главных пернатых обитателей этого острова. Это летающие лисицы, которые похожи на чудовища. Они здесь, правда, не такие большие, как мы были на предыдущем острове. Там огромные, с размахом метров два крылья. Здесь поменьше. Но, тем не менее, посмотрите, их там много. Это целая стая. А вот сзади местная растительная достопримечательность. Такой вот вековой, ну не дуб, а какое-то растение, которое обхватить не смогут и пять человек. Э? Красота какая. Разрослось. Видать, ему тут комфортно. А вот рай для любителей и фанатов. Для фанатов здорового образа жизни. Я еще до такого не дорос. Я только плаваю в воде. А тут прям фанаты собираются. Я и в футбольное поле. Практически в натуральную величину. Ну, поменьше, конечно. Площадка для бадминтона. Видите, ее так грамотно поставили, чтобы ветром ее не обдувало. Потому что тот, кто играл в бадминтон, тот знает, что малейшее дуновение ветра и игры не получится. И, видите, вдали дайвер-центр. Пойдемте. Там их учат, как правильно нырять. Ну, вот он, дайвинг-центр. Видите, специальные курсы написаны, как нырять. Вот оно, оборудование тут. Тут учебный класс. Так что, видите, пишут, начните сегодня. Стадиончик для мини-футбола и теннисный корт. Ну, здесь он не один. Тут еще есть теннисные корты. Ну, без медицинского центра куда? Обязательно есть небольшая такая клиника, где оказывают помощь пострадавшим всяким. На острове, конечно же, нет множества магазинов и торговых центров. Шоппинг тут особо не устроишь. Но есть один очень хороший сувенирный магазинчик. Здесь шорты, рубашки всякие, всякие сувениры, кружки, магнитики. Все это есть. Но ценность этого магазина не в этом, а в том, что здесь на маленьких мальчиков, таких от 100 килограммов и выше, можно заказать гавайскую хорошую рубашечку. У них прекрасный выбор материалов. Рубашки обходятся не очень дорого. Тысячи по три, по четыре в рублях имеется в виду. А рубашки, во, пойдемте. Здравствуйте, люди добрые! Что, весело вам тут? Не скучаете без нас? Эх, и правильно, скучать нельзя. Гавайскую хочу заказать. Ну как без гавайки, настоящему рокеру? Это нельзя, ну что вы. А материальчик, да, как вам? Цветастенький будет, настоящий рокерский. Что вы! Гавайская будет то, что надо. Мальдивианочка, не хватает, а Мальдивианочка. Сказали, что за сутки пошли, вот завтра будем мерить. Россия, Мальдивы, дружба навек. Я как, я как рокер настоящий, притаился за углом, чтобы они не видели, не дают ничего брать руки. А настоящий рокер должен уметь на чем угодно барабанить. Особенно четыре четверти отбивать, потому что рокернол, да что такое? Четыре удара на такт. Вот, вот что такое, настоящий рокернол. Четыре удара на такт. Плюс гитары и плюс синкопированный вокал. Вы должны это все уже знать. Что такое настоящая рок-музыка. Ну все, взял бы с собой, но я коллекционирую гитары. Что делать? Барабаны коллекционирую. Ну видать, дождички у них бывают хорошие. Раз у них тут такие гидротехнические сооружения все на готове стоят. Вот сегодня дождь шел, они раз закрыли здесь, там, везде. С песочком. Но это традиционная защита, на самом деле, различных гидротехнических сооружений и берегов от размывания волнами. А вот это, видите, одно из основных средств передвижения мальдивцев по острову. И туристов, кстати. Это у них такое местное такси электрическое. А сами мальдивцы, имеется в виду персонал, передвигаются на велосипедах. Мы хотели взять велосипеды в аренду, но, к сожалению, они у них все заняты. Поэтому идем пешком все и показываем вам. Вот он сзади, павильон-бар. А вот это вот выход на виллы, которая на воде. Про которые я рассказывал в своем лайфхаке. Экзотично, конечно, спору нет. Красота. Но по удобству вот эти вилочки, которые на берегу, намного удобней. Так что красота. Красиво, экзотично, но непрактично. Мелко, не нырнешь. Есть, в некоторых местах есть лестницы вниз, но это все равно это не то. Все равно люди идут с утра и на пляж, и в ресторан. Все пешочком, все здесь. Сюда такси не подъедет. Мы-то можем такси вызвать и проехаться. Сюда не заедет. А вон еще один рядок таких вилл. Но то совсем на отшибе, но то для дайверов ближе. Там у них свой центр, свой ресторан. Все там свое. Там для детей ничего не предусмотрено. Для семейных пар. А рок-группа, вы же помните? Павчук АСД. Это одна семья. Это оригинальный саун, конечно. Современный ритм и одна семья. Поэтому мы в южной части. Там для семейного отдыха. Вот он еще один бассейн. Возле печально известного ресторана Hot Rock. А чем он печально известен? А тем, что Волощук АСД поставил 4 с минусом. За обслуживание, за не очень вкусную еду. Вот за это я поставил 4 с минусом. Но бассейн тут прикольный. Прям на море. Ну и здесь, в отличие от каких-то других отелей, полотенца лежат свободно. Подходишь, берешь сколько хочешь. И отдыхаешь. Пойдемте. Ну и, как вы видите, для того, чтобы получать полное наслаждение от мальдивского отдыха, везде есть качели. Сесть, покачаться, вспомнить, повторюсь, босоногое рок-н-ролльное детство. Вот эта часть острова, начиная вот отсюда, от стадиона в ту сторону, это staff only, то есть это территория персонала. Здесь есть их квартиры, здесь есть водоопреснительная станция, здесь танкеры, танки с дизельным топливом, и здесь есть еще плантации с огурцами и помидорами. Ну, сейчас пройдем, посмотрим. Вот эта территория начинается персонала. Тут все сделано для них. Вот этот бассейн, это для персонала специально. Своя сцена, наверное, проводят общее собрание. В том числе и спортивный зал для персонала. То есть для персонала тут сделано все. То есть живи, занимайся, работай. Хочешь спортом занимайся, хочешь все сиди в баре, здесь бар, то все это для персонала. Бильярд тут есть для них, все есть. И их квартиры. Это танки с пресной водой. Но сзади танки с дизельным топливом. И вот эта вот инфраструктура, где персонал занимается хозяйственными делами. Вот там дальше это водоопреснительная станция и вышка сотовой связи, если вы обратили внимание. Хотя интернет тут, конечно, хромает. Особенно ночью они его то ли замедляют, то ли отключают, непонятно, что они делают. Ну и вот он, проспект, который ведет нас к северному ресторану. Маалан называется. Пойдемте. Там можно есть днем, утром, как все включено. Это для северной части, для дайвингистов. Но вечером там начинается а-ля-карта. То есть можно заказывать блюда от шефа. Вот они, похитители велосипедов. Не дает туристам покататься тут. Это все для персонала этой квартиры. Двухэтажные домики. А вот они, теплицы наоборот. То есть защищают не от мороза, а от солнца. Цветочки выращивают. Видите, он их удобряет, подкармливает раствором с удобрениями. И потом эти цветочки, те, которые подзасохли, их меняют на которые зацвели. И поддерживают красоту на острове. А вот это уже плантации сельскохозяйственные. Там цветочки, а здесь уже всякие овощи. Вот это перчик, я так вижу. Там помидоры. Вон, видите, сколько кокосов. И не снимают их, не сбивают. То есть на территории, где живут туристы, вылазят, сбивают, чтобы не прибило, не дай бог, какого-нибудь зазевавшегося туриста. Ньютона очередного какого-нибудь. А здесь они падают свободно. Персонал их не боится. Ну мы тоже. Мы же рокеры. Мы же русские рокеры. Мы ничего не боимся. Ходим прям под такими пальмами. Идемте. Ну вот это вот северный ресепшн. И там дальше северный ресторан Маалан, который днем работает в режиме «Все включено». Вечером работает как ресторан по меню. Везде у них, видите, пшикалки. Пшикалки со спиртом. Никогда не помешает протереть лишний раз руки. На халяву. Вы знаете, на халяву и уксус сладкий. Пойдемте. Вот она, местная посуда, местная одежда женская. У нас там висит мужская, а тут женская. Ну это и корабль военный. Пойдемте, пройдемся сквозь ресторан, есть не будет. Вот они, лучшие люди, видите. Сидят, что-то делают. Майструют. Майструют. Это история застывшая. Начало. Само начало, видите. Видите, как раньше для туристов еду готовили. Вот так, вот так. Бодяжили. Но турист ехал все равно. Вот где растут чемпионы. Погребли на байдарках, на восьми весельных. С рулевым. С рулевым. Это очень важно. Вот тут они раскидывают. Тут, правда, не восемь. Человек-человек двадцать. Это еще лучше. Потом сократили. Уже на чемпионатах мира сократили до восьми. А вот те сельхоз угодья. Ну, тогда они еще были без шатров. Выгорало все. Сейчас, видите, они уже сеточкой накрывают. Уже положено. Уже умеют. Но вот вы говорите, что тут не рок-музыка. Ребята, видите, девчонка-то со скрипочкой заворачивает. А многие рокеры используют скрипочки. Даже Джимми Пейдж из Лед Зепплин. Помните, с мячком играл на гитаре. А вы говорите, что это не рокерское место. Ну, как? Рокерское. Пойдемте. Тут есть бильярд. Можно поиграть в бильярд и в русский, и в американку. Как вы обратили внимание, тут есть сцена. Где можно посмотреть кино. И можно послушать, как играют настоящие рокеры. Аппаратура на месте, все четко. И библиотека тут. Для интеллигенции, для русской. Чтобы повысить уровень свой интеллектуальный. Я-то с собой взял, вы же видели, Мартина Хайдеггера. Ну, так слегка лекция о метафизике полистать. А тут для настоящих. Вон, видите, там всякие детективы, всякие любовные романы. Все, все есть. Для интеллектуалов. Поэтому не забудьте все бросить и ехать сюда. Тут начитаетесь, наплаваетесь. Наслушайтесь музыкантов, кино насмотритесь. Все будет хорошо. Видать, тут дождики серьезные бывают. Сегодня такой был. Небольшой. Часика на два. И то они поставили предохранение. Так что вот он. Северный ресторан Маалан. Тут же есть пляжный бар. Точно так же, как и на юге. Но мы надеемся, что война между югом и севером не разгорится. Как в Америке когда-то было. И сейчас там что-то зарождается. Белым какое-то движение. Черное против белых. Поэтому будем надеяться, что мы там мирно на юге будем жить. А не тут северяне на севере. Два ресторана разных есть. Нам делить нечего. Еды хватает. И, как вы видите, для любителей экзотики. И здесь построили на севере виллы на воде. Для тех, кто любит много ходить. И прыгать в воду с помоста. Красота, а? Море, море. Цвет, как вам? И цвет неба. И цвет пальм. Красота. Красота, вы говорите. Что у них тут все плохо. Да неплохо тут у них. Я же вам напоминал. ВВП у них 6 миллиардов в год. То есть на душу населения на 400 тысяч жителей. По 15 тысяч на брата. У нас поменьше. У нас по 12 тысяч. Несмотря на то, что у нас 4 триллиона 300 миллиардов долларов. У нас народу 150 миллионов. Поэтому вот так. И наша задача, чтобы у нас росло. Чтобы туда приближалось. К Швейцарии. Там по 50-60 тысяч на человека. ВВП. А вот они северные вилочки. Они тут чуть более блатные. Потому что тут для дайверов и серфингистов. А серфингистов же без воды даже не может прям внутри номера. Поэтому там для них установили джакузи. Еще помимо душа, туалета, еще и джакузи. Поэтому они чуть-чуть длиннее туда вглубь. Точно такие же номера. Все то же самое. И на воде то же самое все. Только на воде там в полу еще кусок стекла вставлен. Чтобы можно было смотреть туда вниз. А здесь джакузи. Для вингистов специально. Чтобы не расслаблялись. Чтобы тренировались по вечерам, по ночам. В джакузи. Ну и я произвел несложные арифметические подсчеты. И вычислил, что здесь 280 номеров. По 2 человека в номере. Итого отдыхает 500-600 человек. Если там с детьми кто-то. В номере 3 человека допустим. То есть где-то 600 человек. Представляете сколько обслуживающего персонала. Это такое производство настоящее. Но тем не менее. Здесь доходы серьезные. Исчисляются миллионами долларов в месяц. Один отельчик дают. Но видите у них тут на севере попрохладнее. Даже деревья, трава растет. У нас там на юге там жара невыносимая. 30 градусов. А тут 30, наверное 29,5. А тут наверное попрохладнее. Весь к северу куда-то денешься. Но я напомню, что весь остров по линиям береговой можно обойти ровно за час. Кто быстрее ходит минут за 40. Ну и вот здесь находится центр водных и пляжных видов спорта. Видите стоят мотоциклы водные. Жилетики. Знаменитые бананы и каяки. Вот тут все. И доски серферные. И байдарочки. Он даже лежат на песочке. Греются. Ждут своего часа. Там была для персонала волейбольная площадка. А здесь уже волейбольная площадка для туристов. Для пляжного волейбола. Но находясь здесь, мы еще ни разу не видели, чтобы кто-то играл. А видели. Елена говорит, врешь. Врешь, говорит. Видели. Какие-то там захмелевшие русские туристы развлекались в пляжный волейбол. Ну молодцы. А что делать? На похмелье что делать? Только в волейбол играть. Ну вот. Круг почета по острову сделали. Все вам показали. Даже показали грядки, плантации с перцем и с помидорами. Которые безвкусные. Видать, водой поливают их. Это опресненные. Они вкуса не имеют. На вид помидора, а вкуса нет. И, если вы помните, знаменитый, знаменитый кокосик волосатый. Где Волощук СД вспоминал свое босоногое детство. А вот и наш пляжный бар. И дальше там пляжный ресторан. Куда мы сейчас и пойдем завтракать. Это мы с утреца. Потому что, вы знаете, когда солнце поднимется в зенит, то Волощук СД начнет таять. Он и так уже тает. Поэтому мне только рано утром все вам рассказывать. По-другому никак, уважаемый любитель рок-музыки. Поэтому всем огромный привет.